Всем привет, вы находитесь на канале FastGoreTV и добро пожаловать в очередной пинкаст, который немножко запоздал. На самом деле он запоздал по одной простой причине, у нас были игры. Игр было много, был призрак Цусимы, было несколько инди-проектов, и в итоге это все нужно было разобрать, в Цусиме выбить, естественно, платину. И теперь уже со спокойной душой поговорить о том, как вообще все это работает, оценить игру последней. Кстати говоря, эксклюзив на PlayStation 4 в истории произошел, и нужно как-то зафиксировать этот момент. Вот, и понять, хорошим он вышел или нет. Ну, и еще поговорить о некоторых там вещах, которые у нас есть. Начнем с призрака, на самом деле, не хочу про него говорить очень много. Почему-то я всегда говорю, что я не хочу говорить очень много, но тем не менее, я реально не хочу говорить очень много. Будет очень поверхностное сейчас обсуждение игры, потому что я прошел ее на платину, мы прошли на платину, мы на стриме это делали. Мы отыграли что-то порядка 50 часов, и это реально было достаточно много. Но, тем не менее, в общей сложности хочу сказать, что игра мне реально понравилась. Она не такая крутая и великая, какой она могла бы быть, но она и не говно. То есть она такой очень хороший проект, который местами не совсем дотягивает, конечно, до статуса эксклюзив на PlayStation 4, в принципе, эксклюзив Sony. Но тут вот об этом хотелось бы поговорить чуть-чуть поподробнее. Игру разрабатывает студия Sucker Punch, известная такими проектами, как Infamous, в основном Infamous, и были у них какие-то еще мелкие проекты до, но мало о них что можно сказать. Прикол в том, что Tsushima это в принципе, вот в совокупности, это одна большая солянка из разных механик, которые мы видели в Assassin's Creed, в Batman, в Ведьмаке, где угодно. То есть, по сути, за 50 часов, сколько я в ней провел, я не увидел в этой игре своего какого-то придуманного ничего. Это проблема. Потому что, казалось бы, это все очень известные механики, в каждой второй-третьей игре можно увидеть многие вещи, которые присутствуют в Tsushima, но проблема в том, что Sucker Punch не имели опыта в работе с этими вещами. И поэтому практически во всех вот этих элементах, то есть в геймплее, есть проблемы. И эти проблемы, они отчасти мешают игре, именно играть. Если, типа, вы смотрели стримы или смотрели прохождение, то вас это мало касается, в основном это относится к управлению. Простейший пример. Боевая система, которая, по сути, является основой вот Аркхемской, которая так называется, потому что она появилась в Бэтмене, бла-бла-бла. Вот, но в ней есть такая примесь Секира, и как бы там реально можно очень круто построить сражение один на один в дуэли. Они это сделали, потому что в игре есть дуэли один на один, там сюжетные, второстепенные, очень крутые. Одна из самых лучших вообще вещей, которые есть в игре. Вот, но также там есть еще обычные бои, которые предполагают крауд-контроль. То есть на вас нападает там X количество противников, вам нужно от них отбиваться. И почему-то в этой ситуации ребята решили, что, короче, система трека, она не нужна. И они решили, что игра, точнее игрок, будет сам направлять персонажа в том направлении, в котором он хочет, чтобы персонаж ударил. И типа игра автоматически будет понимать, что именно ты имел в виду под тем или иным направлением стека. Что как бы в принципе норм, но временами, и это в основном, конечно, вина игрока, но это типа вина игрока построена на том, что система немного не самая разумная. Игрок не всегда понимает, в каком... То есть, как бы, грубо говоря, если противников реально много, то для того, чтобы выбрать конкретную цель, вам нужно миллиметражи этим стиком вымерять. Ну, то есть, как бы, у меня нередко происходило такое, что я хочу ударить какого-то конкретного противника, я вроде как в его сторону стик-то навел, но Дзин там делает рвок к соседнему врагу, которого там вообще, например, нельзя бить в этой ситуации. Или там он какой-то крутой, ему надо сначала защиту пробить, и ты от этого огребаешь. Ну, то есть, смысл в том, что вот эта система, которая, по сути, построена на том, что игра автоматически понимает, она очень рискованная и контр-интуитивная в плане игрока, потому что он не всегда может точно навести на ту цель, которую хочет ударить. Но, опять же, это не всегда решает проблему, то есть, она как бы есть, она не всегда происходит, она немного раздражает, но... Ну ладно, хрен с ним, с этим можно смириться. Также проблема, например, со стелсом. В игре есть стелс, и тут как бы с их стороны косяка никакого нет, опять же, ничего нового в этом стелсе абсолютно нет. Но сам себе стелс, он... Я проходил на самой высокой сложности, именно на высокой, там больше нет. И, блин, ну стелс это что-то с чем-то, на самом деле. Ну, типа, ситуация, когда тебя противник вот так вот, вот так вот вы с ним стоите, в упор просто, вот он тебя не видит. Ну, типа, нормально. Как бы кусты, стандартная история, но они там вообще слепые, глухие, немые, ничего не могут. И, в основном, скорее всего, эта система больше построена на то, что, типа, вдруг игрок будет убивать. То есть, не пойдет по пути призрака, а будет именно сражаться по чести самурая и так далее. Но не будет. Вот, ну, типа, не будет. Да, как бы в игре вроде как есть выбор, вы можете сражаться с противниками, вы можете их убивать прям лицом к лицу, быть абсолютно честным самураем, либо быть скрытым ниндзи, который ходит и убивает всех скрытно, призраком. То бишь, хотя сюжет вас наводит на тот или иной геймплей, что бы вы не выбрали вообще. То есть, поначалу вы ходите исключительно по пути самурая, потому что все ваши союзники это такие же самураи, которые, ты что, Дзин, нельзя, давай пойдем на правом и так далее. Потом ближе под конец вы, наоборот, становитесь самураем и появляется... Самураем, ниндзей, призраком. И появляется большое количество миссий, где вам говорят, что вас вообще не должны даже увидеть. И вы никого убивать не можете. Ну, типа, вот такое. Геймплей... Возможно, возможно, моя теория о том, что стелс был в этой игре немного убит на тот случай, если игрок не будет пользоваться этим стелсом. Только проблема в том, что, ну, он будет. Потому что, когда тебе говорят, Дзин, ты должен убивать врагов по части. Никак иначе! Иди, доставай меч и убивай их голыми руками. А там 50 человек. 30 из них, короче, с мечами. 10 лучников. И 10 огромных мужиков там с щитами, топорами, короче. Жирные сюгоки из фуронора такие стоят, такие... Иди убивай их по части. Давай, Дзин, я уверен, у тебя это получится сделать. Хоть ты не огребешь, не получится. Спойлер. Вот, поэтому... Что еще? Сюжет. Ну, на самом деле, сюжет стал прикольным ближе под конец. Он очень медленно раскачивался. В этом плане он немного похож на Red Dead Redemption 2. Хотя в Red Dead Redemption 2 сюжет не появляется до последнего момента. Но да ладно. Сюжет, он медленно раскачивается. В игре три акта. И первые два происходит какая-то очень такая скучная история. Где есть какие-то персонажи, некоторые из них симпатизируют, некоторые из них нет. Развиваться они начинают только ближе к третьему акту. И вот в итоге, короче, самый интересный сок. Именно вот в последнем третьем акте, плюс в финале. В игре две концовки, но они отличаются крайне слабо. Ваши решения никак не влияют на ход сюжета и на решение в конце. И это очень хорошо. Потому что Сокерпанч они могли сделать так, что типа вот будешь призраком. Вот мы тебе дадим плохую концовку. Это хорошо, потому что иначе в игре был бы обрезан геймплей. И было бы что-то типа Dishonored. Да, Dishonored в этом плане не очень хорош. То есть тебе говорят, ты можешь убивать, можешь не убивать. Но если будешь убивать, то будет плохо. В итоге тебе половину геймплея отрезают, если ты не хочешь плохую концовку. И ты сидишь вот, дрочишь вот этот стелс, который тебя типа не должны увидеть. Или ты короче душишь. Ну, это хреново, вот честно. Вот, поэтому сюжет неплохой, как и в принципе вся игра. Реально круто сделан открытый мир. Он очень симпатичен. Игра в принципе сама по себе артовая. К этому правда надо прийти. Потому что поначалу, когда мы начинали проходить, был у меня какой-то диссонанс в голове. Мне казалось, что местами игра выглядит шедеврально с точки зрения графики. Местами как-то совсем дубово. Но в итоге, как мы ходили по стримам, и я пытался вот типа не заходить в фоторежим. Потому что игра реально очень круто артовая. В ней много крутого дизайна. Выглядит она круто. Открытый мир. Ну, как бы интересен. В какой-то момент некоторые побочные вещи начинают заколебывать. Многие второстепенные истории большие, которые вы можете проходить с персонажами. Интересные, но, опять же, они могли быть лучше, могли быть интереснее. Структура заданий, кстати, вообще любых сюжетных, большинства сюжетных, всех дополнительных сосет настолько сильно, что просто какой-то кошмар. Я просто поясню. Каждая миссия строится по одному простому принципу. Вы идете с каким-то конкретным персонажем на задание. Вы за ним следуете. Вы приходите в локацию, где вам нужно убить монголов. Вы убиваете монголов. Дальше вы с этим персонажем идете до следующей точки и убиваете там монголов. Повторить х количество раз, пока миссия не закончится. Поэтому принципу строится любая миссия. Просто иногда этого персонажа, за которым вы следуете, нет. Безусловно, есть некоторые задания, которые уникальные, интересные. В основном они в сюжете. Есть несколько легендарных заданий на получение легендарной экипировки в открытом мире подобного характера, где есть какие-то интересные вещи. Но большинство миссий это дрочево на убейте монголов, убейте монголов, идите в следующую точку, убейте монголов. Это прям хрень. Вот прям серьезно. Отчасти от этого реально надоедает игра. Как и от фартов, там очень много всего. Но в целом, в совокупности могу сказать, что игра хорошая. То есть на одно прохождение ее реально хватит, если вы там думаете покупать ее или нет, пройти или нет. Это очень даже неплохая игра на посидеть, порелаксировать вечером, пройти ее один раз, там открыть карту на 100% и скорее всего никогда в нее не вернуться, потому что как еще в нее играть я не знаю. Общее впечатление какое-то такое. Но это был последний эксклюзив на PlayStation 4 от Sucker Punch, как и первый крупный эксклюзив на PlayStation 4 тоже был от Sucker Punch. Круто? Круто. Но поколение заканчивается, и вот как раз я хотел бы поговорить именно об этом. У нас сейчас такое очень сильно переходное состояние. Я сейчас даже говорю не совсем про игровой мир, а именно там даже про реальные в какой-то степени. Что я хочу сказать? Я хочу сказать, что вообще сейчас у нас уже седьмой месяц года, который пролетел максимально вяло, хотя у нас было очень-очень много крутых игр в первом полугодии. И это абсолютно бесполезно отрицать. И Final Fantasy 7, и Resident Evil 3, и Doom, и Last of Us 2, и многое другое. Было реально очень круто. И RL мы же просто сидели дома, как бы, потому что карантин. Это меньше касается людей, которые, наверное, живут не в Москве, но, вот, типа, москвичи понимают, что вот мы сидели до последнего. И прикол в том, что это как-то больше хреново сказалось вообще на всей истории, чем позитивно. Казалось бы, появилось больше времени, но это время как-то настолько... Короче, это настолько тупорыло получилось, что мы сидели дома. Было... Ну, кто не работает? Я не работаю, например. У меня было, вроде как, кучу времени, и, как бы, да, я его вливал там и в канал, и так далее. Но я вот только недавно понял, что когда карантина не было, я, по-моему, наоборот, больше работал. Я думаю, как это вообще возможно? Смысл в том, что это сейчас вроде закончилось, как и, вроде как, первое полугодие, как квартал. И нас с вами ожидают некоторые релизы, некоторые вещи во втором полугодии, потому что переход поколений, PlayStation 5, Xbox, новые игры, Unreal Engine 5, Cyberpunk... Просто это же круто. Но это будет уже осенью. А летом у нас, наконец-то, появилось время передохнуть. Летом, до сентября, не будет ни одного ААА-проекта, на который мы могли бы обратить внимание. Будут скромные инди-проекты, будет Tell Me Why от Dontnod Entertainment, которые, наконец-то, выпустили и все-таки выпустят игру по частям. Она, правда, выйдет в количестве трех эпизодов, и они выйдут с разницей, по-моему, если мне не изменяет память, в две недели, в десять дней. По-моему, в десять дней, то есть... Выйдет эпизод, десять дней и следующий эпизод, десять дней и следующий эпизод. Мы ее обязательно пройдем. Она выйдет, там, август, сентябрь и сентябрь. Что-то типа того. Крутая игра, ожидаю. Не знаю, чем она будет, потому что понимаю контекст, который там развивают в этой игре. Посмотрим, что будет основной мыслью, но вот не знаю. Посмотрим, что из этого выйдет. Пока что скептическое отношение. Вот, но может получиться что-то интересное. Будут некоторые инди-проекты, хорроры, но в основном просто отдыхаем, проходим игры, которые у нас остаются на стримах. Сейчас будет Наруто. Да. Ну и много прочего, о чем я мог бы еще говорить. Там, Rock Legacy 2 должен выйти. Много разного вот такого маленького контента, который будет периодически появляться. Ну и, естественно, продолжаем Ведьмака. Единственное, с Ведьмаком мне страшно, потому что, ну, мы проходим... Я не сказал бы, что я прохожу медленно, просто было много отвлечений на новые релизы, но он обещает быть очень объемным. Я вообще не обещаю, что мы успеем его там до конца этого года, до Киберпанка, до чего-то такого. То есть, возможно, он затянется реально на очень долго. Посмотрим. А еще, кстати, это последняя игра вот в подобном формате, которая будет выходить на канале, потому что надо немного переформатироваться в новинки и делать преимущественно новинки, и уже какие-то вещи, если я там хочу перепройти, какие-то лдовые штуки, убирать на стримы, потому что иначе оно не совсем положительно сказывается на общей картине. Так надо. Вот, поэтому, как вы понимаете, будет очень крутая осень, на самом деле, и с переносами, и со всем остальным, там прям жестко. Но преимущественно я ожидаю в основном PlayStation 5, новые релизы именно на нее, естественно, Киберпанк, но у нас будет реально много всего. Вот я сейчас могу просто открыть это расписание, которое у меня составлено, вот оно у меня здесь есть, начиная с сентября. Второй эпизод Tell Me Why, это 3 сентября. Мстители, 4 сентября. Кстати, по Мстителям будет еще бета в середине августа, поэтому обязательно тоже мы ее посмотрим. Definitive Edition, точнее ремейк, ремастер, Мафии, 25 сентября. Еще один неплохой хоррор, но ладно, его пока можно опустить. Watch Dogs 3. Все вот эти вот релизы от Ubisoft, типа Assassin's Creed, кстати, можете не ждать, скорее всего. Watch Dogs Legion мы еще, может быть, посмотрим, но не знаю, не уверен. Скорее всего он будет на канале в каком-то формате, но вот то, что там будет какое-то полное прохождение, я вообще не могу гарантировать. Потому что сразу на следующий же день 30 октября выходит вторая часть в антологии Dark Pictures, которая называется Little Hopes. Киберпанк 19 ноября, ребята, тут как бы страшно, а потом у нас еще будут анонсированы консоли, новые, вместе с консолями выходят новые игры, и нужно с этим что-то делать. Нужно будет это все смотреть, поэтому у нас будет очень насыщенная половина года. Следующая, там вообще не затухнуть, но будет, будет реально мясо, будет очень весело. Вот. И давайте я отвечу на единственный вопрос, который я оставил. Я не знал, будет ли этот пинкаст. В итоге, из всех вопросов, которые были заданы вообще в посте на канале, остается как бы один, просто потому, что я уже подумал, ладно, хрен с ним, я оставлю он на пинкаст, когда бы он не был. но все остальное уже было отвечено, но это такой серийный вопрос, у нас есть серийный вопрос. В прошлый раз был вопрос касательно того, какое мое любимое холодное оружие, а теперь вопрос, что-то в духе не могу его найти, нашел. какое оружие из вообще любого кино, игры или сериала самое красивое. И тут как бы я подумал, ну, в смысле реально я задумался, потому что у нас есть очень большое множество всего. Вообще, из моего любимого оружия, оно не относится к холодному, но мое любимое оружие вообще, это цветовые мечи. Они клевые, очень красивые рукоятки, но это не холодное оружие, поэтому не совсем, поскольку моим любимым холодным оружием являются мечи. В принципе, я вспомнил, что есть For Honor. И вот каким бы это, какой бы это ни была игра, но кастомизация оружия, причем любого преимущественно у Вардена и у Орочи, оно просто охренительное. Вот реально, наверное, кастомизация лучше, чем в игре For Honor я не видел ни в одной игре, потому они реально очень симпатичные, очень крутые, их можно сделать любыми, и по сути, там реально очень много крутых скинов, которые я ставил, которые я видел, там новые постоянно добавляют. Поэтому из самого красивого холодного оружия в играх это реально будет For Honor. Прям вот сто процентов. Больше мне просто ничего в голову. Нет, я думал, там может быть какие-то ведьмачи и мечи, но потом я реально вспомнил, что есть вот эта вот вещь, и это очень и очень круто. Как-то так. Ну, а на этом будем, наверное, с вами прощаться. Есть еще, конечно, большое множество того, что мы могли бы обсудить, но мы это можем оставить и на август. В целом, какими-то новостями я с вами поделился, их намного больше, просто они незначительные и вместе в сумме настолько объемные, что проще их будет ну и подвели кое-какие итоги с Цусимой и вообще полугодие, потому что оно было реально крутое, большое. В этом году топ-10 будет состоять не так уж-то и просто хочу я вам сказать. А на этом все, если вам понравилось это видео, то поставьте лайк, подпишитесь на канал, если вы еще внезапно не подписаны, подпишитесь на все соцсети, которые есть в описании, особенно на твиттер, потому что там какое-то неадекватное количество постов в последнее время. Ну, а мы с вами увидимся в следующем видео, в следующем прохождении, что бы там ни было. Всем пока! Пока!